добрый день дорогие мои друзья итак в прошлый раз мы с вами закончили тему мужские брюки построение как построить выкройку мужских брюк мужские брюки у нас идут немножко зауженные внизу с маленькими совсем прибавками пожалуйста будьте внимательны и так мы продолжаем мы с вами не буду повторять что мы с вами сделали все вы за мной следите я думаю дошли до этого момента можете строить кстати строить сразу на миллиметровке чтобы вам было все там удобнее понятнее делать а мы продолжаем дальше построение передней половинки брюк для этого мы построили стрелочку продолжаем построение верхней части для этого от линии талии вниз вот от этой точки эта точка у нас т 1 было откладываем 1 сантиметр отступаем и проводим горизонтальную линию до пересечения с линии стрелочки затем берем грудь и и на этой линии от вот этой точки сюда откладываем полтора а если у вашего мужчины есть животик то и два два с половиной сантиметра вот отложу на пьет наверно вот это вот это место полтора сантиметра давайте вот здесь напишем что вот эта величина у нас полтора два два с половиной сантиметра если у нас есть животик то есть чем больше животик тем больше должно быть отведение вот этого шва сидения как я называю передней половинки тогда вы освободите место для животика и ваши брючки сядут гораздо более ловко и удобно для него ну там еще будут кое-какие дополнения но об этом не будем говорить позже будем говорить позже затем я смотрю на мерочку полахвата талии хочу талию сейчас проработать делю ее 46 пополам это будет 23 сантиметра и один сантиметр я прибавляю на выточку которую заложу в кармашек потому что выточку шить не хочу я ее переведу в кармашек потом то есть 23 плюс один сантиметр получается 24 сантиметра и еще мы вспомним о том что мы хотели использовать прибавку по талии один сантиметр пол сантиметра пойдет на спинку и пол сантиметра пойдет на полочку значит я беру 23 плюс 1 и плюс пол сантиметра это получится 24 с половинкой сантиметра 24 с половинкой поставили ножку циркуля вот в эту точку по линии талии всем хорошо видно и получили вот такую засечку и она мне очень нравится почему потому что тогда форма бокового шва передней половинки брюк получается посмотрите какая почти прямая линия это очень правильно потому что выпуклых бедер у нашего мужчины нет если женские брюки мы строим у нас вот такая форма потому что это соответствует анатомии тела то мальчиков у нас совсем другая форма и очень часто она будет у вас прямой прямой линии если у вас рисуются наоборот вот такие овальные линии прямые значит где-то вы что-то сделали не так вернитесь назад и постарайтесь найти ошибку такого быть нежелательно такое бывает когда фигурка мужчины ну извините по женскому типу когда выпуклые ягодицы тогда вот это все у нас работает но пока мы соединяем вот этот отрезочек и у нас получился срез по линии талии передней половинки брюк и так мы закончили построение передней половинки брюк и как всегда мы переходим к построению линии низа серединка будет завершающей вверх и снизу низ и только потом средняя часть для того чтобы построить вот такие узкие брючки достаточно да я хочу сохранить ширину брюк внизу для удобства обработки сантиметров на 5 на 6 отступлю и приподниму линию низа буду откладывать свои мерочки вот на этом вот участке и так ширина брюк внизу смотрим сюда 18 сантиметров обычно я здесь всегда эту циферку пишу чтобы не забыть прямо на ткани это делаю кто смотрел видео на ткани по брючкам тот увидит итак у меня 18 18 делим пополам получается 9 для передней половинки отнимаю 1 сантиметр будет 8 8 сантиметров влево и 8 сантиметров вправо соединяю эти точки прямыми тоненькими линиями с буквой я 2 так здесь просто продолжаю прямо вниз и с буквой b с линии бедер и здесь просто продолжаю прямо вниз чтобы легче было обрабатывать линию низа получилось у нас вот так не очень аккуратно стирать это уже здесь не получается вот так посмотрите какая картинка у нас образовалась и нарисовалась видите какая то если вы шьете какие-то спортивные штанишки детские штанишки любые ребятишкам очень хорошо идет такой крой вам не нужно нет никакой необходимости заужать свои брючки в области коленок вы можете их оставить вот такими прямыми если они здесь у вас достаточно широкие выбираете ширину больше тогда тоже можно оставить прямыми если вы шьете брюки из на синтепоне какие-то лыжные какие-то вот такие вот зимние спортивные курточные с курточной ткани брючки вы тоже можете спокойно ничего не приталивать в коленочках не заужать коленочках потому что и так все будет свободно удобно и хорошо но так как мы шьем брючки довольно таки тесные с очень маленькими прибавочками то я конечно должна выполнить вот это заужение чтобы получить ту форму которую сама себе придумала для этого что я делаю я отталкиваюсь вот от этих прямых линий и в области коленочек я просто заужаю настолько насколько хочу вот сейчас я хочу на два сантиметра их за усть давайте посмотрим какая форма после этого у нас получится если мы выполним это заужение раз пока прямыми линиями уходим ничего вот здесь вот волновать и приталивать не будем и уходим к линии бедер вот так и уходим вот сюда вниз и так два сантиметра я заузила с каждой стороны вот посмотрите какая форма брючек получилось я думаю что мне она понравится поэтому оставляю свои брючки вот в таком виде что еще еще можно здесь показать вход в карман ну какой у нас бывает вход в карман обычно там 14 15 16 сантиметров ну что-то здесь совсем у меня маленькие брючки возьму вход в карман там скажем 13 сантиметров параллельно нарисую еще сантиметров на пять вот так вот вниз и вот такими вот штрихами покажу вот этот вход в карман это будет сам вход в карман и помним про один сантиметр значит один сантиметр вот тут вот мы отступим да мы нарисуем вот такую линию для того чтобы здесь оформить нам затем маленькую маленькую выточку но и больше не буду здесь ничего вам показывать чтобы не загромождать свой чертеж и так мы построили выкройку передней половинки брюк после этого переходим к построению задней половинки брюк для этого посмотрите выбираем какой участок работаем по линии талии эта точка и вот эта точка то есть вот этот вот участок эта точка назовем ее т2 да а это у нас была вот эта точка вот это была точка т это у нас была т не помню какая но не важно и так участок т т2 мы делим пополам разделили из этой точечки опускаем перпендикуляр вниз и интересует нас вот эта точка вот через эту точку в женских брюках она у нас называется т5 пусть будет она у нас из действия и если у вашего мужчины брюки выпуклости годится никакой особенной нет то мы от точки я 3 вот она . я 3 откладываем влево полтора два сантиметра ставим точку я 33 я 33 и я 33 соединяем с точкой т5 и проводим эту линию наверх направление шва сиденья задней половинки брюк если у вашего мужчины выпуклые ягодицы и фигурка сами понимаете похоже на чью тогда вы как по выкройке женских брюк берете для оформления этой линии точку я 3 и уже ее соединяете с точкой т5 и у вас получается вот такой вот некуда некое отведение и вся задняя половинка будет отходить немножко вот сюда влево но классический мужских брюк мы этого не делаем вот так вот мы нашли эту точку затем мы должны удлинить шов сиденья задней половинки брюк для этого определяется баланс брюк вот так вот баланс брюк что такое это одна десятая мерки бедер минус два сантиметра если ягодички небольшие то есть пятьдесят одна десятая пять минус два получится три и соответственно минус полтора есть у вас ягодички по женскому типу три сантиметра я откладываю от линии бедер вверх ставим вот эту точку от нее будет определяться линия бедер задней половинки затем ставим карандаш в точку т5 это линия талии передней половинки и тоже вверх откладываем 3 сантиметра это два раза отложенный баланс брюк здесь и здесь баланс брюк буква б и здесь тоже буква б если вам видно затем определяем ширину задней половинки брюк по бедрам для этого измеряем то что у нас уже получилось а получилось у нас смотрите отрезочек б и вот этот вот отрезочек 27 сантиметров получилось 27 сантиметров и а нам сколько надо 50 плюс 2 а нам надо 52 можно от 52 отнять 27 вот это мне приходится в столбик делать отнять 27 и получится у нас 25 сантиметров правильно а можно сделать я никогда не считаю чтобы не делать арифметических ошибок я число 27 на сантиметровой ленточке положу вот сюда видите 27 у меня да и мне нужно 25 вернее 52 нахожу цифру 52 на сантиметровой ленточке и смотрю где она у меня пересекается с линии бедер вот где она у меня пересекается это у нас точка b5 если следовать нашим обозначением точек с выкройки женской половинки брюк вот так вот как можно было бы по-другому сделать когда вы определили ширину задней половинки вот таким простым почитанием вы могли на линеечке просто взять раствор радиусом 25 сантиметров поставить в точку b и получить так ну вот что у меня почему не так 25 сантиметров и получить вот эту и недолёт 27 ага ну все правильно я не туда вот так вот надо себя проверять 27 все верно и вот у меня где 52 почему я там выставила точку я не знаю вот у меня где 52 сантиметра вот видите как полезно иногда бывает себя проверить как не готовься в работе с вами не будь предельно внимательным все равно что-то происходит поэтому я вам не устаю повторять проверяйте и вы себя почаще то есть семь раз закон никто не отменял проверить и один только отрезать проверка проверка контроль качества пожалуйста мы подкорректировались и так наша точка вот она получилась еще раз последний все-таки проверимся и пойдем дальше и так что мы здесь видим 25 сантиметров я вижу да я привыкла вот так измеряться 25 поставили в точку и посмотрели здесь результат 52 но все теперь я спокойно и вас не обманула и все построила правильно как нужно это мы разобрались шириной задней половинки по линии бедер теперь мы работаем по линии талии значит смотрим что нам надо по талии 46 сантиметров пополам 23 сантиметра да еще половина посадки 23 с половинкой и полтора сантиметра я возьму на раствор задней половинки брюк 23 с половинкой и полтора 24 сантиметра 24 с половинкой 25 значит мне нужно из точки ну давайте вот так чтобы было побыстрее в верхней отложить 25 сантиметров 25 сантиметров вот из этой точки мы откладываем 25 сантиметров вот это у нас точечка получилась она у нас называется по моему т7 т7 там а вот эта точка называлась т6 напишем и у нас построилась линия талии задней половинки брюк вот она линия талии задней половинки брюк а какая у нас получилась линия бокового шва линия бокового шва получилась практически вот такая вот прямая она очень похожа на эту линию пусть посмотрим что у нас нарисуется дальше затем мы измеряем расстояние вот эта точка была я 4 я 4 я 33 вот этот вот фрагмент так и откладываем его от я 3 вправо посмотрим сколько здесь у нас сантиметров 9 сантиметров и откладываем уже нет я 33 от я 3 вправо вот у нас получилась точечка на продолжение линии годичек она у нас называется я 5 хорошо запомним ее вот эта точка я 5 затем вот этот вот отрезочек эта точка была 1 эта точка была 2 эта точка я 3 я 2 я 3 . 2 делим пополам эта точка 3 называется и шов сиденья задней половинки будет проходить через вот эту точку 3 запомним ее дальше опять переходим к работе оформили верхнюю часть наших брючек да чтобы закончить нужно еще построить вытачку сзади 25 делим пополам получается 12 с половиной вытачка сзади полтора сантиметра а я возьму один сантиметр а 0 5 влево и вправо почему один потому что 0 5 мне хочется снять еще вот здесь то есть вот вы дальше увидите почему я вернусь вот к этому еще то есть я т7 пол сантиметра отложила сюда чтобы верхняя часть ведь я люблю сопряжение линии так было как можно более конгруентно сопряжение было идеальным чтобы мне было идеальным сопряжение мне хочется крошечный вот такой вот едва заметно сделать наклон чтобы мы повторяли линию передней половинки хотя повторяем может быть этого и не нужно делать можно оставить просто прямое так как есть но перфекционизм иногда вылезает наружу ладно возвращаемся к линии низа по линии низа кога время у нас уже совсем мало остается 17 34 ну что ж мои дорогие давайте вынуждены опять в этом интересном месте прерваться ничего не поделаешь потому что я не хочу конгать это построение я хочу вам еще много интересных вещей и подробности рассказать про эти брючки поэтому на сегодня мы с вами заканчиваем подписывайтесь на мой канал ставьте лайки задавайте свои вопросы и до новых встреч